уже начинать. Я рад вас поприветствовать на нашей шестой встрече Книжного Клуба. У нас оставалось буквально разобрать еще две главы, и мы сегодня будем говорить с вами про бать. Вместе со мной помогать будет супер-пупер-классная пати вести обсуждение. Это Саша Белоусова. Она руководит группой внедрения пансурсных технологий в Яндексе. Саш, привет! Расскажи немного пару слов о себе. Привет! Как ты сказал, я работаю в Яндексе, и шутку мы называем мою группу «Группой внедрения запрещенных технологий», потому что я все время приношу в Яндекс всякие open-source, которые больше никому не нужны. Я примерно шесть лет занимаюсь всякими разными большими данными, но в основном Hadoop и все, что там вокруг Hadoop. Лева, спасибо, Саш. Также нам будет помогать Николай Марков, принциповый архитект компании Agile Research Group. Коля, привет! Расскажи немного о себе. Привет! Она Aligned только, не Agile. Aligned Research Group. Да. Ну, что же сказать. Ну, я действительно, я занимаюсь тем, что стыкую всякие разные штуки между собой. Вот мне как это всем говорят, что одна из любимых игр это Factorio, где там надо поставки налаживать, состыковывать разные процессы. Вот я ее как пример привожу, того, чем занимаюсь людям. Вот. Ну, примерно как-то так и есть, да. Здорово. Здорово. Спасибо, Коль. А также с нами Артем Гогин. Это став Big Data Developer в различных компаниях. И вообще Артем очень классный. Артем, привет! Расскажи немного о себе. Всем привет! Да, сейчас работаю в Grid Dynamics. Если что, я всю свою профессиональную деятельность занимаюсь большими данными, и до сих пор их обрабатываю, поэтому люблю любую тему приводить к тому, а что если у нас будут терабайты данных, где мы это будем хранить, а вот у тебя отличная идея, а что если это делать теперь постоянно на нескольких терабайтов данных, будет ли это все так же круто. Предлагаю. Сегодня, думаю, буду задавать похожие вопросы. Здорово. Очень классно. И тогда, смотрите, в принципе, у нас все по старинке. Не стесняйтесь включать камеры, звук, участвовать там, задавать вопросы, отвечать на вопросы мои и зрителей. И в целом, как бы, давайте устроим движ. А еще напомню, что по старой традиции, которую я очень стараюсь пушить, это давайте вот в конце, когда у нас сегодня ровно час, в конце попробуем сделать фотку с книжкой. Не стесняйтесь включать камеру и показывать либо ее с телефона, либо если у вас печатная версия. Вот. С чего вообще хочется начать? Так как глава посвящена батч-обработке, то давайте в целом поделимся опытом, когда стоит использовать батч-обработку, кто и когда, где сталкивался с батч-обработкой. И так примерно будем идти по главе и обсуждать. Вот. А можно тогда я сразу первый вопрос, потому что мне тоже не очень понятно. Вообще, что такое батч-обработка и чем? И когда батч-обработка называется батч-обработкой? И в какой момент, и что мы именно называем батч-обработкой? Кто-то готов на это ответить? Я могу набросить немножко. Есть одна аналогия, которая мне очень нравится. Я, честно, не помню, она была у Крепмана или еще в какой-то книжке. Там объяснялась разница между стрим-процессингом и батч-процессингом. И там батч-процессинг как раз подавался как? Что вот есть наши данные в компании, вот они, шарик этих данных. И вот батч-обработка – это вот когда мы вокруг этого шарика ставим скобочки и вызываем какую-то квэрию. То есть вот квэрия поверх больших кусков данных – это вот, собственно, батч-процессинг. Он в том или ином виде обычно присутствует. То есть любой запрос, по сути, к данным? Ну, именно к большим, вот в плане, как сказать. А если у нас табличка на 300 записей, то мы не можем ее батч-обрабатывать? Слушай, ну это вот хорошие вопросы, да. То есть это тот же самый вопрос, типа вот у нас Spark, который обрабатывает данные, там, Spark Streaming. Вот, а он же не честный стриминг, он мини-батчинг. Поэтому это тоже, типа, батч-процессинг, а не стрим-процессинг. Тут много градаций. Окей, закину свою идею. Для меня батч тогда – это вот, опять же, да, близко к стримингу. В стриминге мы часто потребляем данные по какой-то одной строке или по нескольким строкам. А в батче почти всегда мы читаем дневные партиции. Ну, или не дневные, ну, классика – это дневные партиции, но, по крайней мере, какую-то партицию, и мы еще и группируем наверняка. Или просто, по крайней мере, хотим реально захватить какой-то большой кусок данных, а не только там по одному юзеру, а, например, по всем юзерам. Или там по всем действиям, которые юзеры завершили. И еще, возможно, и регулярно это делаем. Так что для меня, скорее всего, батч – это, если вот мы думаем про регулярность, держим в голове регулярность, держим в голове, что мы не хотим делать какой-то фильтр на одного юзера, а хотим забрать всех юзеров. Ну, и, скорее всего, у нас там будет куча данных. Поэтому мы должны думать еще про производительность. Когда я студентам это рассказываю, я им говорю, представьте лес. И вот вопрос, вам интересен лес или деревья в нем? И вот, короче, если вам интересен весь лес, его площадь, среднее количество деревьев – это батч. Если вам интересно отдельное дерево, если вы хотите, например, от дерева к дереву что-то сделать, это стриминг. То есть батч-процессинг – это когда вам интересен лес, а не деревья. Ребят, ребят, подождите, но если я написала запросик, в котором я взяла большой бетасет, отфильтровала из него одну запись, вот она одна мне была интересна. Это что, был не батч-запрос? Я не буду это делать каждый день, он нерегулярный, ничего. Скорее всего, это был какой-то неоптимальный батч-запрос, который не стоит и повторять тогда. Ну, я один раз это хотела сделать, но это же все равно батч-запрос. Ну, это как микроскопом гвозди забивать, можно? Нет, подождите, подождите, мы говорим про то, что такое батч-запрос, а не про то, как правильно достать из бетасета одну строчку. Тут еще такой момент, что, вот в чем же еще отличие от стриминга, опять же, что в случае батча мы же обычно имеем дело с источником данных, которые мы берем за single source of truth, что называется, мы получаем из него крайне достоверные результаты, просто это довольно медленно. А в стриминге, собственно, обратная ситуация. Мы получаем приблизительные очень результаты, но при этом делаем это максимально быстро. Собственно, с точки зрения еще именно точности данных, наверное, тоже мы, если посмотреть, то батч-процессинг – это штука, которая, типа, должна более четкие результаты давать просто за дольшее время. Поэтому я тоже, наверное, с аналогией пролез не совсем согласен. Давайте тогда с другой стороны. Вот для всей остальной аудитории, вы просто рассказываете, что такое батч, а вот зачем батч? Да, давайте попробуем более предметно какие-то задачи вспомнить, какие мы решали с помощью батча. Ребята, не стесняйтесь, включайтесь. Я вот, например, плюсую тому, что говорил Артем по поводу регулярности. У нас, например, в компании мы батчом выгружаем всеразличную статистику и всякие агрегаты по платежам. Обычно батч-процессинг довольно часто используется для расчета аналитики. То есть витрины, аналитические метрики, витрины для машин машинного обучения, для моделей машинного обучения и так далее. Да, аналитика – золотое слово везде. Практически в любом подразделении встречает слово аналитика, если кто-то занимается большими данными, вот дата инженерии, батчевой. Потому что всегда практически, если компания хочет что-то анализировать, она анализирует свои данные или чужие данные. То есть она эти данные хранит. А чтобы эти данные хранить, она вынуждена, компания, их обрабатывать наиболее оптимально. А чтобы это сделать оптимально, необходимо переходить к батчу, то есть уменьшать частоту данных раз в день, например, и разом, большой пачкой все это обрабатывать. И тогда все приходят как раз к батчу. И получается в итоге у многих компаний батч. Вся компания занимается одним и тем же. Складывают куда-то данные раз в день, потом их обрабатывают раз в день и в итоге отражают какой-то отчетик раз в день. Вот я хочу спросить, вот если, например, я делаю обычный select-запрос в саблице, без предиката, или с любым предикатом, произвольным на собаке или стрим? Интересный вопрос. Тут скорее еще можно вспомнить про слова OLTP и OLAP. Я все ждал, когда OLAP прозвучит. Это, наверное, лучшее понятие, чем бачи стрим, которые мы вспомнили с самого начала. OLAP-запрос к Postgres, select, count, groupby. Это бач? Это бач, если там есть фильтр по партиции, тогда это классический бач. Если там нет фильтра по партиции, тогда... Нет, просто ко всей таблице. Давайте я наброшу. По-моему, у того же Креплана же есть вот это различие, что запрос... Если мы в результате запроса получаем поток данных, то есть этот запрос применяется к данным, как-то их преобразует, и на выходе мы имеем какой-то результат, который обновляется со временем. Тогда, типа, это стриминг. Если же у нас мы его сделали и мы получили какой-то конечный набор сразу же, то это бач-запрос. Я такое различие читал. А если у нас стриминг, который запускается, например, раз в час и потом вырубается после обработки данных? Ну, допустим, Materialist View у нас пересобирается постоянно, приходит запрос, но это же все равно получается стриминг в данной ситуации, правильно? Я бы тоже сказал. Нет, это регулярный бачинг. Меня очень удивляет формулировка про дневные партиции, потому что таблица на сотни миллиардов строк, по которой собирается аналитический запрос каждые 15 минут без партиции. Какой тут? Ну, это бачинг чистый, но тут нет партиции. Да, но если он нужен регулярно, тогда, пожалуй, бачинг. Но тогда вопрос, если он нужен регулярно, зачем нам по всей таблице? А если регулярно раз в секунду, то бачинг? Может быть, у нас таблица, это самый актуальный апшот. Микробачинг, да. И тогда, исходя из таблицы, мы можем помнить, что таблица специально для бача сделана. Может, тогда и исходя из данных? Вот, смотрите, вопрос тогда задам. Вот бачинг и стриминг. А какой вид агрегата нельзя в стриминге эмулировать, нельзя сделать в стриминге, но можно сделать в бачинге? Какие метрики возможны только в бачинге и невозможны без аппроксимации в стриминге? Подождите, нет, все возможно в стриминге, если у тебя достаточно большой стоит. Поэтому это очень искусственное разделение, если ты говоришь, что тебе не жалко место на стейк, то можно все. Можно все хранить просто в кавке и никогда из них не удалять. Ну, это правильно озвучено, на самом деле, вот в начале, что это так называемые неаддитивные меры. И самый популярный из них, это действительно count distinct. То есть его можно считать в стриминге на лету, но это довольно странно, на самом деле, при условиях хранения стейта. А в бачинге count distinct метрики считаются довольно тривиально. Ну, подожди, неправда тоже. Если ты хочешь посчитать count distinct за миллионы лет и все накопившиеся данные, то ты бачом никогда это не прожуешь. А если нужно считать count distinct за последние пять минут, то и в стриме сохранишь. Ну, это такой, это вопрос с размером. Тут посмотрите. А я сейчас статью кину. Кидай. Как мы считали 10 миллионов или 100 миллионов count distinct метрик по году истории. Да нет, я не спорю про то, что это можно сделать. Мне кажется, мы пришли к тому, что... Давайте попробуем ответить на вопрос вообще, что такое big data. Потому что мы, на самом деле, очень много уже говорили о том, что есть проциционируемая таблица, есть там что-то одна сущность, которую мы хотим найти. Вот Коля уже кинул цифру, это 14 миллионов записей. Вот для кого, что такое big data и почему вот batch processing можно использовать вот именно для такого-то объема данных. Я тут еще хотел допросить, что это самое, что разница же еще в том, как сказать, что называют batching и streaming в вашем бизнесе конкретно. Потому что у бизнеса разные требования, поэтому кому-то типа раз в секунду результат получать от стриминга, кому-то это batching. Да, да, да. И с big data та же самая история, что... Как раз вопрос, дополнение к тому, если мы считаем каунты на стриминге и на batching. А что, если мы на стриминге хотим результат видеть не раз в 5 минут, а мы на стриминге хотим результат видеть раз в 4 часа? И другой вопрос, а что, если мы batch запускаем раз в 5 минут? Тогда, опять же, нет никакого смысла разделять batch и streaming, потому что они тогда меняются своим проблемам. Вопрос в том, как часто мы хотим видеть результат. Смотрите, а как часто какая разница? Возьмите каждый запрос. Вопрос. Ваш запрос, он анализирует все данные по истории вглубь или он хранит стейт и копит то, что в него падает? Вот разница главная между batchом и стримингом. Разница лезет ли он в истории. По сути, перечитывает ли он заново входящие данные или нет? Ну, материалность вью может обновляться не по всем данным. То есть, в такой ситуации. Ну, с таким успехом мы batch можем написать, который хранит в себе какой-то снапшот данных и потом сравнивает со снапшотом. По сути, у тебя мап-операция бачевая, это как бы у тебя просто внешний стейт, который лежит на диске, и ты в него сейчас накидываешь. ЛТД называется, live-to-date. То есть, мы вместо того, чтобы перечитывать изначальный стейт, мы читаем там последний наш снапшотик и к нему приплюсуем наши новые данные и матчим наш последний снапшот с новыми данными. Такой подход в batch тоже есть. Так что, опять же, стриминг тут зависит только от того. Операция, по сути, одна и та же. Математическая. Вопрос в том, как часто мы запускаем только и сколько данных хотим прочитать. И хотим ли мы читать данные лишний раз. Но, кстати, да, хороший поинт, что batching зачастую не хранит никакой стейт, если только ему физически не сделать таблицу и логику не продумать запросов. Как он будет хранить стейт, batching зачастую перечитывает все данные заново. А не будет возникать какие-то проблемы, если мы будем пытаться сохранить стейт через таблицу? У нас же получится какое-то там мега-замедление. Это, кстати, очень популярный подход в дата-инжиниринге, когда стейт хранят на жестком диске. То есть зачастую, чтобы освободить оперативку и облегчить работу и оптимайзеру и любому движку, легче сохранить все, что было. Вот что MoapReduce делает. Зачем MoapReduce сохраняет все на диск? Практически. Ну, только MoapReduce все сохраняет на диск, не спрашивая. А дата-инженер все-таки иногда выборочно какую-нибудь табличку, нет-нет, сохраняет себе на жестком диске. Я еще все надеялся, что кто-нибудь набросит в рамках головы, что типа... Если это делать на ходупе, то это батчинка, а если это делать на флинке, то это... На тему набросить. В каком году Google прекратил использование MoapReduce? Почему? В 2008, по-моему. В 2014. Ровно через 10 лет возле изобретения алгоритма. 10 лет поиграли. А, нет, в 2008 это статья вышла. Нет, ну подожди, они же закопали MoapReduce как фреймворк, я так понимаю, не как подход в целом. Да, ну, в смысле, у тебя MoapReduce как идея живет внутри буквально там всего. Внутри MongoDB. Ну да, но для анализа данных батчингового теперь все пользуются другими технологиями. Ну, не технологиями, оно под капотом, оно все равно работает как MapReduce, в смысле как идея. Типа разделить на кусочки, потом пошаплить, потом еще разделить на кусочки. Парадигмы, это живые, все живые. Не совсем. Не совсем. Ну, то есть там же как парадигма общая, она скорее... Я, может, не прав, но я насколько знаю, она называется scattergather. То есть типа вот парадигмы, когда мы раскидываем по тачкам, потом собираем, вот в более общем смысле, это scattergather. А MapReduce там или там что-то более хитрое, то есть там это могут быть, я не знаю, у тебя цепочка акторов, на которой граф вычислений мапится каким-то образом. Вот. Это уже другой вопрос, и там уже могут быть разные реализации. MapReduce — это типа просто одна из вещей. Я думаю, что основная реализация — это вот то, что в MapReduce есть три шага, MapShuffleReduce, и вот как раз эти три шага и имплементируют все фреймворки, которые все распределенные фреймворки как раз. То есть даже если нет MapReduce как такового, то вот эти MapShuffleReduce остались сейчас везде, по-моему, до сих пор. Смотрите, давайте с другой стороны, но в фреймворках, да, но если мы говорим про людей, которым нужно анализировать большие данные, которые у них есть, и они берут Google BigQuery, они берут DotaBrix, берут мой любимый Snowflake, мою любимую Vertical. Где MapReduce? В смысле? Ну, то, что они не берут MapReduce как фреймворк, который был 20 лет назад, ну, конечно, не берут, как бы, ну, а в чем вопрос-то? Ну, конечно, неудобно писать MapReduce. Потому что просто, смотрите, как бы MapReduce, он уходит. Он ушел, ты сам сказал 10 лет назад. Но они остаются. И решения в MapReduce многие, они очень помогают для, именно в том числе для новых технологий. Конечно. Например, я многие оптимизации, я делал насчет концепции, вот, управлением редистрибьюцией. Когда ты это понимаешь, это здорово тебя выручает на других решениях. Ну, то есть, если как-то суммировать, то, на самом деле, MapReduce, он сейчас именно считается уже устаревшим, но он именно заложил хороший фундамент для всех остальных систем. Тем не менее, тем не менее, на многих интервью до сих пор... Spark это тот же MapReduce, там нет ничего нового, там все то же самое. Там только вместо push, pull, после, на шафле и все. Да, согласен, поддерживаю, что и Databricks, который сейчас в облаках везде, тот же самый везде MapReduce, который под капотом Spark'а и выглядит абсолютно... И даже сейчас на интервью все дата-инженеры должны рассказать про дигму MapReduce, и что делать там, и сколько там редюсеров будет при какой конкретной операции, все до сих пор отчитываются на интервью именно по тем же самым вопросам. Поэтому я как раз шутил про синюю изоленту, что типа, что общего между MapReduce и синей изолентой, что вот как любую задачу можно решить с помощью синей изоленты, если вы не можете ее решить, значит, вы просто мало изоленты взяли. Вот с MapReduce то же самое, что если вы не можете решить задачу одним MapReduce, добавьте к нему еще один, да, еще один, еще один. А как вот, не знаю, сейчас вот, например, если тебе нужна какая-то вот батча-обработка, решить, какой инструмент тебе нужно выбрать, но не MapReduce? Блин, давайте еще раз, давайте зафиксируем, пожалуйста, меня просто триггерит немножко вот это про устаревший MapReduce, что есть MapReduce как идея и алгоритм, вот как Scattergather тут уже упоминался, и вот это живо, есть MapReduce как Hadoop MapReduce, написанный на Java framework, который имплементировал эту самую идею, в которой можно было написать маппер, редюсер, еще один маппер, еще один редюсер, и потом это все цепочкой запустить. Вторая штука мертва, закопана давно. Первая штука жива, работает под компотом у много чего современного. Согласен. Вот просто это прям важная такая штука разделять эти два понятия, как бы не считать, что MapReduce умер, это значит, что все, никто больше не мапит, не редюсит, там понятно, что делать. Смотри, справедливости ради, вот в голове как раз в этой, и вообще в целом сейчас противопоставление идет у парадигмами MapReduce и разных парадигм, которые используют современные MPP-хранилища, например, когда у тебя мапится там одно на другое, то есть это вроде как тоже бач-процессинг, но при этом у тебя с одной стороны, у тебя может быть какая-то джоба общего назначения, которая представлена как комбинация MapReduce, а может быть это какая-то внутренняя магия, в которой раскладывается твой SQL-запрос, и будет там действительно MapReduce, или там будет что-то другое, это зависит конкретно от реализации. Ну там нет же магии, там будет тот же самый парадигм, там будут маперы. Да, да, там будет тот же shuffle, там тот же будет как бы процессинг кусочками, потом shuffle, потом опять процессинг кусочками. Ну просто это не будет внутри называться там мапером там где-нибудь. MPP-база, они просто не будут его shuffle через диск делать, они часто его делают через память, они будут пушить на редьюсеры напрямую. А в Spark они будут, например, тянуть, редьюсеры будут тянуть оттуда, ну откуда, с того куда засунуть, а разницы большой нету. Там это pipeline обычно называют, обработка через pipeline, вот MPP-база, так это зовут. И тот же Vertica Clickhouse они похожее делают. А как Vertica Clickhouse, мне вот интересно, устроено это? Нет, я не знаю. Это так же везде. Я вам могу рассказать, как этот алгоритм устроен, но на самом деле он запрос, он его просто редистрибьютит на ноды. Если, условно говоря, он жонит две таблицы, понимает, что они по-разному сегментированы, он одну из них решаффлит, потом выполняет локально, а потом собирает результаты на той ноде, куда пришел запрос. И вот эти shuffle, они чем-то отличаются по логике от MapReduce shuffles? Нет, это... Ну это знаете, чем-то ногами может ходить только одним определенным образом. Получается и Vertica, и вообще все распределенное должно следовать MapReduce. В любом случае. Вот с этими шагами shuffle и reduce. Ну смотрите, оно должно, но как бы... А пользователь-то что? Для пользователя он SQL-запрос кинул и результат получил. А вот как раз тут и для архитекторов больше задача, как раз какой инструмент выбрать, и как ты хочешь, чтобы у тебя MapReduce как бы такой классический MapReduce в парке работал, или вот какой-то Vertica'овский MapReduce, который вроде как не MapReduce, но по сути делает то же самое. Да он совсем не MapReduce. Вы посмотрите с точки зрения архитектора. Вот представьте, у вас сидит стол аналитик. Они все знают SQL. Никто не знает MapReduce. Ничего не знает. Они хотят кидать SQL-запросы. Так а сейчас же не нужно знать MapReduce. Сейчас же можно написать в любом движке. Тот же Spark. Spark SQL. Пишешь SQL-запрос, и он тебе делает MapReduce. В хайве куча тоже движков, которые SQL переводят в MapReduce. Так что, опять же, вопрос только, насколько это будет эффективно, и насколько нужно будет сервировку питчную. А какая разница, что он там делает? Разница в том, что… База отвечает быстро. Вот. Вопрос в том, что нужна ли нам дорогая, например, база, или мы можем взять дешевую базу? Давайте еще попробуем послушать Колю. Нет, сейчас дискуссии идут в хорошую сторону, потому что это моя любимая тема Total Cost of Unership. Это я тоже люблю. Вот. Вопрос. Сколько стоит один сервер? Смотря какой сервер, смотря какая база. Любой. Ну, вот у вас ходу на каком стоит одна машина? Я про деньги не знаю, но знаю, что ходу в 100. А я знаю. Потому что, понимаете, когда вы можете поставить дорогую базу на 10 машин, или бесплатный ходу на 100, на 100 машин, у вас Total Cost of Unership, у вас разница. Я просто как раз считал в том числе Total Cost of Unership. То есть, к тому, что бесплатная база, но на платных серверах, там может быть интересный результат. Ну, это такая большая сложная тема. Просто я докидываю, что сервера не бесплатные. И когда база ими используется неэффективно, это может плохо кончиться. Вот. А сейчас я хотел бы предложить одну цитату из книжки, чтобы мы книжки вернулись, которая сейчас изменилась и очень забавно. То есть, помните, в книжке очень здорово написано, принцип Hadoop как принцип Unix. У вас immutable data, и вы берете, поверхность и запускаете алгоритм. Да? Помните этот момент? Так вот, внимание, вопрос. Что сейчас поменялось в этом понимании? Почему сейчас мы не можем полагаться на то, что данные, с которыми работает Hadoop, они immutable? Нам, наверное, нужно получать актуальные данные и обрабатывать актуальные данные, а не те, которые были когда-то давно. Нет, нет. Все про старые. Все про историю. Вот у нас batch-запрос. Мы считаем его по истории. У нас партийцы уронены на дисках Hadoop. Мы за поверхность запускаем. Один вопрос придет, второй вопрос придет. В старой парадигме оба запроса на старые данные должны были сработать одинаково. Что поменялось сейчас в последние годы? Hint – это не технологическое изменение, но оно технологию просто вышибло ей мозги и поменялось, переставило все с ног на голову. Почему мы не можем полагаться на immutable партиции в Hadoop больше? Коля очень может заинтриговать. Обращайтесь, это мой хлеб. Перстданные. Нам принесли GDPR и теперь мы не можем работать с Hadoop, который не удаляет данные из партиций. Мы должны уметь их апдейтить, переписывать. Это значит, что у нас нет больше immutable партиций. На секундочку. Почему мы должны удалять данные с персональными? GDPR – право на забвение. Находят строчку с чужим e-mail, с другим телефоном и штраф до 5 процентов. Но тогда вставлю свои 5 копеек. Сейчас в хранилищах, которые я видел, персональные данные в принципе и не хранят на входе. То есть персональные данные сразу кодируются во всякую лабуду и вот эту лабуду, как раз кодированную, можно хранить уже сколько угодно. То есть персональные данные, по сути, ни на секундочку не попадают в это хранилище. Даже телефон? Даже IP-адреса? Даже e-mail? Все, что sensitive в хранилище для аналитики бачовой как раз не используется, а вот это вот все как раз sensitive, такое должно обрабатываться как раз в отдельном месте, где вот как раз должно удаляться, чиститься супер секьюрно, но не для аналитики, которая в хранилище. Это хорошая практика, к этому стремятся. Но когда они старые, там они довольно часто есть, когда, например, считали, что телефоны можно, что e-mail можно. Да, я такое часто видел тоже. Когда тексты сообщений, которые очень тяжело парсить, и оказывается, что в текстах он там другому человеку такое написал, лучше бы не писал. А кто сейчас вообще проводит вот эти аудиты gtpr-ов вот на выявление sensitive данных, что ты их обрабатываешь? Ну там сертификация компаний есть же по-хорошему, там есть эти комплайенсы, которые, ну то есть там компании, которые этим занимаются, они к тебе приходят, смотрят, тебе отдают сертификацию, не дают. Или могут юристы прийти, если ты подозреваешь о нарушениях. Кстати, самый веселый кейс как раз, это не только когда в данные пролезло, когда кто-нибудь в джобах еще там забыл принты какие-нибудь, и оно попало в логи. Да, в логи самый трындец, потому что из логов почти невозможно вычистить. Вот, а это подсудное дело. А так мне аналогия очень нравится вообще, на самом деле, с юниксовыми утилитами. Вот если вот этот момент исключить, мне просто настолько нравится, есть даже, я сам лекцию читал несколько раз на тему того, что дата-инженеры, многие они очень сильно недооценивают силу юниксовых утилит. И у нас даже был кейс, когда на работе надо было там несколько терабайт данных прошерстить, на них надо было считать какие-то совершенно базовые вещи, там статистические метрики по паре колонок. Вот, и там был код на питоне, на хадупе, который там отсчитал несколько часов. Вот, и там народ это не устраивало, они спросили, пришли ко мне спросили, а можно как-то это ускорить? Вот, я это переписал на баше с Авком, с Грепом, и я, ну типа, стал считать за пять минут на тех же данных, вот, причем без хадупа. Вот, и там народ потом приходил, спрашивал, как это делать, я там всем рассказывал, что вот на ВК, вот он так работает. Но Авк же он не распределенный, то есть это одна машинка все считается? Нет, да, это на одной машине все считается. Это к вопросу о том, что такое большие данные. Да. Мы вот как-то вот плавно вот таким вот путем вернулись к вопросу о том, что такое большие данные. Есть прям с Татьяной эта тема хорошая, там она называется буквально, что-то там, онлайн-утилиты могут быть в 285 раз быстрее вашего интерпрайс-каду-кластера. Прям вот если наберете сейчас в Гугле, там вот она есть на русском, на английском, на чем угодно. Ну вот, и там как раз чувак, вот он про такой же кейс рассказывает, они переписали, у них был серьезный продакшн-пайплайн, он его переписал на онлайн-утилитах, причем он даже, не сказать, что он стал сложнее в поддержке, ну то есть, типа, там одна строчка, да, длинная, да, там с разметочкой. Вот, и все работает, решает. И это если еще не вспоминать, что это и параллельно на самом деле тоже можно. Получается, тебе данные приходят на этот сервер, ты их никуда не шаплишь, у тебя нет никакого соединения больше, и ты прям его обрабатываешь на месте. Ну, тут Клепман набрасывал. А как же вот эти тогда все репликации, вот это вот, если у нас сервер упадет, где у нас доступность тогда? Смотри, вот Клепман, он на эту тему, кстати, тоже набрасывал, но он так это, больше троллил, что формально ты можешь написать MapReduce, распределенный, действительно, на баш-утилитах, но тебе придется для этого делать свои извращения с надкатом и со всякими прочими штуками. Это реально можно сделать. Ну, Retry, наверное, будет сложнее сделать, но тоже можно, если очень сильно захотеть. Другое дело, что это поддерживать потом, естественно, никто не сможет. Ну, типа MapReduce сможет. Есть, кстати, для Data Science прям фреймворк полноценный, который называется OpelWebbit, типа вот как эти мультики Warner Bros. старые. И, собственно, там вот этот фреймворк, он там, у него ограниченный область применения, он там умеет только линейные модели основные базовые строить, но при этом он написан на чистых сях, и он принимает ввод и вывод, ну, то есть там, типа, все данные кидаются на STDN, все выводят на STDN, а все остальное конфигрируется с помощью набора флагов в нем. И просто запускали пачками на машинах, собственно, вот этот фреймворк, данные резали на куски самостоятельно, скармливали там на STDN, и это все работало на порядок быстрее, чем если бы там это на Sparking писать. Ну, просто вот, ну, это придется продумывать партишенинг и нарезание данных уже заранее самостоятельно. Такое тоже бывает. Я его кинул, мы вови-то штуку использовали, отлично работает. У нас вови-то ходупы не было, мы просто Авито уже после стали развивать. Вот. На тему больших данных. Интересный вопрос. Вот вы когда говорите про данные, вы их размер меряете в терабайтах или в строках? Это вот вопрос аудитории этому доступен, монологи получаются. Я вот могу про себя сказать, что мы это меряем пока что, да, либо в гигабайтах, либо терабайтах. Вот самая большая база данных, это у нас 3 терабайта, к сожалению. Мне кажется, надо мерить сложности восстановления. Во время, которое ты потратишь на то, чтобы базу восстановить. В человеко-часах, короче, меряем. Ну, типа того. Ну, я к тому, что вот этот вот предыдущий вопрос, просто предыдущий вопрос по поводу того, как быть с вашим скриптом, который терабайтный файл обрабатывает, там, по поводу отказоустойчивости. Если тебе это, ну, типа у тебя этот файлик где-то лежит на соседнем сервере, текстовый, тебе его скопировать, там, пять минут, то, как бы, зачем тут какая-то распределенность отказоустойчивости? Ну, там, опять же, тоже про это в голове было, что в некоторых случаях гораздо проще сделать там distributed replicated, что у тебя, типа, одна и та же копия данных какого-нибудь справочника, она раскладывается просто по всем машинам, и дальше ты на каждой машине с полным локалити все считаешь. А еще куча юзкейсов, когда это все в память влезает, и надо просто написать, воззять нормальный хешман, и все. MapJoin, знаешь, все. Я почему, ну да, вот на все эти темы, что может влезть в память, может влезть в машину, я почему говорю, потому что вот представьте поисковую выдачу обычную, где поисковую выдачу в гугле вы пишете, и у вас сто элементов. Вот как вы считаете, вот поисковая выдача, сколько она в байтах будет занимать? То есть, ну ладно, не сто, да, десять элементов. То есть у каждого элемента номер, то есть это просто массив номеров. То есть 8 байт на 10, 8-10, ну максимум 100 байт, понимаете? А это вот классический подход. Почему одна строчка, она должна весить, ну словом говоря, 100 байт. Теперь внимание в ходу. Внимание про MapReduce вот этот подход. А будет ли там она весить 100 байт? Или там нужно что-то еще к ней добавить? Вот представьте, вам нужно анализировать поисковую выдачу для рекомендательных систем. Чуть я загрузил, по-моему, всех. Я просто сделаю следующий шаг, он станет понятнее. Объясню. Если вы хотите это анализировать, вам по каждому айтему нужно понять, ну вот элемент в поисковой выдаче, вам нужно знать его название, надпись, был ли на этот элемент применена реклама, его цена, какая там аватарка и так далее. То есть это легко делается за счет джойна. То есть если вы можете хранить 100 байт, условно говоря, если вы можете каждому айтему приджойнивать его характеристик. То есть каждый айтем, каждоеlaughs объявление в выдаче вы можете хранить один раз и приджойнивать, и ко всем его показанным. Если вы можете делать распределенные join быстрые, а если вы не можете, то на каждый айтем вам нужно в каждый его показ кидать всё его характеристику прямо туда. Характеристик — уксусом килобайт. И у вас вот выдача из 10 айтемов, она будет весить 10 килобайтов. Поэтому я вспомнил про нормализацию и денормализацию. Да, вот именно. И тут как раз, когда мы говорим про Hadoop, да, мы как раз, по сути, мы тратим лишнее наше место на жестком диске для того, чтобы потом не делать эти джовины. То есть мы как бы оперативку обмениваем на жесткий диск и тратим лишний жесткий диск, чтобы потом сэкономить оперативку. Это вот подход Hadoop как раз. Но не вижу ничего в нем. Вот именно про это я и говорил. И именно поэтому, когда люди говорят, что у нас большие данные, у нас петабайты, я говорю, извините, а вот это петабайты, это сколько строк в день? Это 10 миллиардов строк или это 100 миллионов строк? Потому что мое любимое авито, это 200 миллионов рекомендательных показов в день. Это сотни миллиардов записей. И до петабайта, там, по-моему, полпетабайта за все время накопилось. То есть это я к тому, что вот объем данных в петабайтах, он очень круто звучит. Ну, ты думаешь, там тысяча колонок в одной табличке, и поэтому она просто множится на себя, и там каждая строчка по мегабайту. Почему? Ну, да. А если хранить нормализованно, то все эти петабайты могут уместиться, условно говоря, в 10 терабайт, которые влезут в одну машину, которыми можно будет работать в оперативе. А как же Анкор? Там же Анкор был, я помню. Да, я туда лекции смотрел, я помню. Ну, Анкор просто очень сильно драйвит нормализацию. Короче, я буду честен. В некоторых случаях Анкор порождает такие проблемы, что лучше бы мы с ними не связывались. Поэтому сейчас я чуть-чуть от Анкора немножко в Датавол смертился. Все-таки немножко, немножко денормализации иногда можно. Но во многих случаях это просто полезнее анализировать сложность в ваших бачевых процессах не в петабайтах, которые придется обгонять, а в количестве строк, которые придется обрабатывать. Касательно Command Line утилит, кстати, есть такая божественная утилита, называется PV, которая все, что делает, она в STDR обновляемого вводит количество либо строчек, либо байтов, которые сквозь нее пролетело. И все. То есть вот если кого-то там смущало, что, типа, пишите pipeline и не понимаете, что там происходит, пока он не отработает, вот эта вот утилита, она помогает немножко за этим следить. Я таким образом писал ETL-ку, мне надо было данные заливать в ластик, и там заливал через HTTP, и это типа через Gnu параллелом там запускал и швырял это все курлами. И вот у меня на входе стоял PV, который мне считало, сколько у меня там байтов из моего изначального датасета загрузилось. Я бы по поводу еще вот то, что Коля говорил, добавил то, что для того, когда ты оцениваешь решение, нужно еще оценить изменяемость данных. То есть типа по умолчанию у всех программистов как бы в голове OLTP, база данных, насколько я себе это так понимаю, ну либо как минимум warehouse, да, то есть который что-то прилетает. Хотя, например, вот, ну грубо говоря, я вот встречался, я как бы консалтил чуваков, которые тоже хотели использовать OLTP-базу, но они там хранили данные, ну а-ля там навигатора. То есть типа статические данные практически, да, то есть типа ну картографические данные какие-то, они статические практически. То есть там раз в месяц прилетает статическое обновление, которое никак не изменяется, типа название улиц, там дорог, всякое такое. То есть изменяемость данных, это тоже важно. Ну это вопрос хранения историчности, там же есть целая группа этих, там, slowly changing dimensions, которые абсолютно по-разному себя ведут. Да, ну я скорее про то, что типа вот у чуваков, которые ко мне пришли, там, да, там типа давай мы вот OLTP-базу данных возьмем, у них даже в голове решение, что типа засунем все в хешматку, потому что у нас ничего не меняется, такого решения не было. Типа они говорят, вот тоже давайте нам репликацию, это самое, хотя ну типа как бы гораздо проще подняться просто с бинарного файлика, там, при перезапуске, ну как бы, при статических данных. То есть типа у тебя статические данные, у тебя там какой-то один сервер отвалился, ты второй поднял, просто у тебя на диске лежит эта база. Ну просто фраза, ну вот эти-то данные уж точно никогда не изменятся, это одна из очень опасных фраз. Это способ, да, вот у меня обычно в таких случаях просто сразу загорается такой значочек, потому что если так говорят, значит через полгода точно придумают новую бизнес-свечу, которая будет их менять. И по поводу неизменчивости, я тоже сейчас закончу и передам, что как раз вот бачовые вещи, вот ходуковские и прочее, и многие вообще вещи про большие данные, они основаны на том, что данные не меняются, потому что там довольно сложно с апдейтами и с элитами. И поэтому все вот эти решения, они как раз сфокусированы на данные, которые почти не меняются. Так, еще там кто-то хотел сказать. Я все согласен. Мы про главу, не про главу дальше, там еще много чего интересного. Тут уже был вопрос про Data Vault рассказать. Не помню, я на Николая смотрю, я думаю. Не, а давайте, давайте про хранилища, просто по концепции хранилища, потому что Data Vault там по смыслу, он дальше по хранилищам. То есть вообще идея, а надо ли сейчас вообще хранилища, в принципе? Ну хотя нет, давайте так, а вот тоже с участником, кто знает, что такое хранилище данных, и если вы знаете, как читаете, они сейчас нужны или нет? Давайте, да, не стесняйтесь, размючивайтесь, говорите. Мой ответ, конечно, нужный. Вопросы с разряда, нужна ли Java? Ну если я консультирую, то это, конечно, тебе, конечно, нужны. Я бы тоже, в принципе, мне тоже нравится, что они есть, мне за это деньги платят. Да, я тоже как бы всегда за хранилища, но у меня вот вопрос. Раньше была, ну, раньше, еще до хранилища как раз, любили хранить только самый актуальный стоит, и историю хранили с таким большим скрипом, потому что это было очень дорого. Появились хранилища, все стали хранить супер большую историю, вообще храним все, что можно, все складываем, когда-нибудь пригодится. И вот у меня вопрос, сколько лет сейчас вы думаете, нужно хранить данные? Раньше я встречал подход, что нужно хранить все там. Насколько можем, все всегда храним. Сейчас я вижу больше подход, что храним на обычно пару лет, потому что больше все равно нам неинтересно смотреть, чтобы было больше, чем два года назад. Данные все равно уже как бы на текущий момент не повлияют. Как вы считаете, сколько нужно хранить данные в хранилища? Потому что это как раз влияет на то, нужно ли нам думать о том, чтобы дешево хранить данные, или мы все-таки можем сосредоточиться на самых актуальных данных и поэтому выбрать что-то более быстрое в обработке, но и такое же дорогое в хранилище, если мы собираемся хранить не так много данных. Алексей пишет, что это очень сильно зависит от сферы. Это хорошее предположение. Ребята, в целом, не стесняйтесь, пишите в чат. Вот я... Как раз про сферу хотел сказать, что да, если, допустим, возьмем какую-нибудь авиакомпанию, которая хочет анализировать отказ деталей в самолетах, а там срок службы у деталей, я не знаю, лет 7, допустим. Вот. И надо собрать статистику, насколько часто действительно они отказывают и насколько это совпадает с тем, что производитель заявляет. Значит, придется хранить сильно дольше. Может быть, хранить там не всю, вообще не весь поток информации, которую там эта компания анализирует, но касательно конкретно каких-то исследований, которые она хочет провести исторически, вот эти данные придется хранить. Вот. А если это какой-нибудь там ритейл, который, я не знаю, из Китая колготки перепродает и все, и типа там несколько лет существует, то, наверное, не сильно интересно хранить там больше последнего года-двух. А если это какой-нибудь любая компания, которая работает с клиентами, будь то финансовый сервис, там сервис перевозок, сервис телекоммуникаций или это какой-то веб-сайт, где просто есть куча пользователей, миллионы пользователей, которые что-то делают с компанией. И вот самые большие данные – это практически всегда движение миллионов клиентов или поведение клиентов, или поведение там технических штук, наверное, да, тут можно как раз про гарантию вспомнить. Но если мы говорим про людей, то это всегда поведение людей. Самые большие данные делать зачастую. То вот с поведением людей сколько лет тогда нам понадобится, имеет ли смысл нам анализировать там трехлетней давности, или мы действительно можем сосредоточиться на том, что клиенты делают… Компания же существует вот сейчас с текущими акциями, там, с текущим форматом, с текущими услугами. Нам вот нужно ли тогда вообще знать, что было с компанией три года назад, когда у нее было там и клиентов в пять раз меньше, и клиенты вообще были другие, и ситуация в стране была другая? В общем, философский вопрос. Давайте я контр-вопрос задам. А что сейчас в 2022 году при наличии облаков может помешать хранить все? Цена? Да, платить за это. Там это деньги. Вы реально видели эти цены там в S3, в Glossier? Это же практически ничего не стоит. Ну а как за него платить такой вопрос сейчас? Ну еще другой вопрос, да. Да, то есть вот Яндекс.Обжект.Сторич, я не знаю, какие там, например, ограничения у него по размеру и сколько он там стоит. По-моему, или определять, что он подороже немножко стоит? Ну немножко, но все равно там, условно говоря, есть Яндекс, есть ВК, у которых есть S3, там можно… Просто я предлагаю на это подумать, потому что первое, про что думает инженер, про то, как сэкономить место. И поэтому, так как он всегда про это подумает, я всегда хочу ему задать контр-пример. Зачем что ты выиграешь экономией это место, если в условных облаках, при современных хранениях, это вот практически все бесплатно. Но ты же только что топил за нормализацией, наоборот, чтобы урезать колоночки. Нет, смотри, а нормализация, она уменьшает тебе косты, потому что объем информации у тебя не уменьшается, у тебя уменьшается количество мегабайт на диске. Так это же бесплатно. Сто раз уменьшается, а информация… Так ты же говоришь, что это бесплатно, то есть неважно, это же очень дешево. Подожди еще раз, ты говорил про нужно ли нам анализировать, что компания делала три года назад. Ты спрашиваешь, нужна ли эта информация. Ответ, информация нужна. Другой вопрос. Если мы эту информацию можем хранить в сто раз дешевле, стоит ли нам сделать эту оптимизацию? Да. А ответ, нужны ли данные, как бы… Ну, я предполагаю, что тут у нас все инженеры собрались, да? Так вот, не нам судить. Ответ, нужны ли эти данные, на него должны отвечать аналитики и продукты, которые… Они захотят, они проанализируют. Если они захотят, придут. А я скажу, я не могу, это мой фейл. Поэтому лучше я не буду им говорить, лучше я скажу, я все могу. Очень дешево. Вы только приходите, не придете, очень же. Это хорошо, когда получается и все могу, и еще очень дешево. Только зачастую получается, что все могу, но за тройную стоимость. Там Николай как раз про Snowflake, я помню, рассказывал. Что это все дешево, и вот осталось понять, как сейчас это… Я тоже на него давно-давно смотрел, но вот как его теперь… Почему ты про тройную стоимость говоришь про что-то плохое? Да. Да, опять же, почему ты думаешь, что тройная стоимость – это плохо? Потому что, во-первых, от какой суммы x3? Возможно, там вот этот x – это такие копейки, что их умилищить в три раза. Это просто способ, чтобы тебя заметили. Опять же, ты говоришь, что тогда я дата-инженер, вот аналитики пусть думают, какие им нужны данные, а я им предоставлю все. И опять же, получается, ты решаешь, сколько нужно взять с них денег, и что тройная цена – это хорошо. Но можно было бы тут сказать, что вместо того, чтобы… Что я опять же простой дата-инженер, и почему я буду решать, мне взять тройную цену или одинарную цену, я могу предоставить выбор опять же тем самым аналитикам, и пусть они возьмут на себя ответственность. Я говорю, что либо вы платите в три раза больше, и мы храним, и мы надеемся, что вы придете через три года и захотите анализировать всю вашу историю, либо мы сейчас с вами договоримся, что вы анализируете только последний год, и тогда я все удаляю, и мы делаем это все в три раза дешевле. И тогда все работаем, и все тогда записываем себе лишнюю премию вместо того, чтобы тратить деньги на сервера. И вот полностью соглашусь с Артемом. Наверное, когда будет речь стоять между тем, что, возможно, вы придете через три года, возможно, мы не знаем, это под большим вопросом, сэкономить какую-то стоимость, то, наверное, будут экономить. Нет, там, понимаете, цены, которые получаются, ну, условно говоря, вот это все стоит как аналитик. Один за год. Или два. Ну, опять же, смотря какие данные, и ты вот… Ну, конечно, у Гугла это немножко больше занимает. Я просто поясню. Вы просто учтите, что есть еще некоторые бенчмарки, некоторые стандарты по рынку. Сколько могут стоить такие платформы? И, условно говоря, если вы внутри бенчмарка, если вы внутри нормальной стоимости на дата-инженерную платформу, и внутри этого вы, как бы, ужавшись за счет оптимизации, можете хранить все, вы молодец. Потому что у вас на все вопросы… Еще тогда дополню, что не так просто можно это все ужать в оптимизацию, потому что в хранилище стандартном загружаются сырые данные, значит, в каком-то там… Виде, похожим на какой-то там JSON, что-то с API, например, пришло. То есть такие совсем неудобные для хранения данные. Мы их, допустим, можем удалить и переложить уже в более оптимально. Все равно, как бы, данные про все, данных много, не денормализованные, но уже хотя бы в нормальном формате, типа паркета. Далее мы можем построить витринку какую-то, где уже какие-то агрегаты. Из нее можем построить еще одну витринку. И там уже, как бы, денормализация, за денормализация, за денормализацией. и как бы данных, данные одни и те же, но под разным углом, разные агрегаты какие-то, кубы с этой стороны, кубы с той стороны. И вроде данные одни и те же, но показывают очень много с разных сторон. И они все место занимают. И вот вопрос, опять же, мы хотим вот это все хранить три года, и если мы хотим это хранить три года, то я вот в таком виде, который у нас есть, мы потом раз и все это прочитали сразу. Опять же, не учитывая много оперативки, не тратя ресурсов на то, как этот запрос построить, select, эти кубы снова восстановить. Другое дело, если ты говоришь, что мы идем дешевым путем и вот прям делаем это по цене одного дата-аналитика за год, то мы избавляемся от всех этих кубов, выкидываем, держим в голове только этот SQL-запрос, как мы эти все кубы построили три года назад. Мы нормализуем данные еще, то есть мы пишем еще дополнительный SQL-запрос. И из сырых данных, которые были, на которые мы вообще не тратили время, чтобы мы их проработали, мы работаем целым подразделением для того, чтобы хранить эти SQL-запросы, хранить эту логику, поддерживать ее обновление и как раз нормализовывать данные. И у нас появляются гигантские косты на сопровождение и на рабочую силу в этом случае. Гигантские. При вопросе про сбросе данных, главная идея, я вот уже озвучил до этого, ответ на вопрос. Мы принимаем решение не про данные, не про мегабайт, мы принимаем решение про информацию. Ответ. Информацию терять нельзя из любой истории. Если информацию за прошлое можно хранить в меньших объемах, меньшее цену, это хороший способ, значит, нужно хранить ее в меньших объемах, ценой меньших мегабайт. Но ее же нужно будет еще проанализировать потом, а это же опять будет рабочая сила, если она нормализована. А как информация без анализа? Но это анализ, это, смотрите, анализ, это косты на аналитиков. А информация сама себя не проанализирует никак, поэтому аналитик там в любом случае будет. И в любом случае, вот это вот тот total cost of ownership, он складывается из чего? Он складывается из того, есть ли информация, потому что если нет информации, добыть ее заново очень дорого. И второе, это что ее должен человек анализировать, и как он ее будет анализировать, то есть какой это человек. То есть это вчерашний студент с опытом в SQL, который просто возьмет, кинет SQL запрос и получит ответ, даже если там миллиарды, либо это специалист по машинному обучению, по MapReduce, который умеет оптимизировать, доставать из JSON и прочее. Это все total cost of ownership. И вот этот полный пазл, он балансируется в полную цену хранилища. Я бы еще добавил, есть же еще паттерн популярный, что там это не совсем то же самое, что разделение на Data Lake Warehouse, это скорее разделение на хранилища исторических данных и на хранилища горячих данных. Что есть там за какой-то период, который вот сейчас аналитики смотрят в течение ближайшего времени, это одно хранилище, куда они ходят, они могут там использовать запросы находить, там может какие-то витрины, материалы, все что угодно. И оно там вот за какой-то период содержится работа. Когда эти данные, какие-то куски данных устаревают, они из этого хранилища выкидываются. И это окей. Потому что эти данные в историческом формате, в историческом виде, они там в каком-то цивилизованном формате валяются в HDFS. Да, теперь для того, чтобы извлечь из них, возможно, там какие-то похожие отчеты, придется писать там о предюзжобу или придется писать там использовать запрос, там уже теперь в хайфе, а не в верчинку условно. Но мы никакой информации не потеряли. У нас информация как была, так и осталась та же. Да, она у нас исторически в меньшей степени структурированности может быть. Но как бы это окей. То есть у нас просто, это получается, что мы можем получить те же самые отчеты, просто потратив чуть больше времени на это. И это как бы окей. То есть раскачав цену именно вот на стороне аналитика, цену именно в часах работы аналитика. Потому что для выполнения одного вида анализа им нужно писать анализ к текущей базе, потом писать анализ к исторической базе на другом языке. Это юниан делать. К слову, мы в Авито вот так делали, потому что мы во многом были ограничены технологиями. Вот это решение, оно, кстати, очень был легко подход к подходу историчности с CD4, когда у вас есть актуальный стейт и исторический стейт. Но это вынужденная мера для экономии, именно чтобы денежки сэкономить. Потому что идея, вот мы как раз сейчас говорили про концепцию хранилища. Самое ценное в хранилище, в идеале, что это единое место, единое место golden source of truth, единое место правды, которое отвечает на все вопросы. А если у нас единое место, а если вам нужно в историю, вам еще нужно в подвал сходить, это уже иногда так приходится делать, к сожалению. Но это вынужденная вещь. Если эволюция схемы была в промежутке, там все еще сложнее же будет. Все превращается в тыкву. То есть вы, в принципе, можете сходить туда в подвал, но без ружья вам туда ходить не советую. Вообще лучше туда ходить не советую, потому что там давно лестницу заняла. Вот это реальная история с такими темами. Формально оно есть, но в реальности оно уже давно не работает. Согласен. Вот все перейдем на анкор, который хорошо эволюционирует, и всем будет счастье. Я бы, наверное, как-то все это резюмировал. То, что можно, на самом деле, это сказать одним словом, что это «it depends» от задачи. И в каком-то смысле Артем прав, в каком-то смысле Коля прав. Так что я бы сказал, все зависит от задачи. Ребята, смотрите. В какую компанию придешь, везде увидишь разный подход в текущий момент. Да, смотрите, у нас, в принципе, время уже подходит к концу. Мы привели очень какую-то, очень фантастическую беседу. Сотронули, как и вещи, связанные с книгой, и те, которые были очень сопряжены с ней. Ребята поделились своей экспертизой. Давайте скажем большое спасибо. Спасибо Саше, Артему, Коле и еще Коле. Я думаю, им будет очень приятно, потому что было очень интересно послушать и поучаствовать в такой беседе. А еще предлагаю по старой традиции сфоткаться с книжкой и завершать на этом наш сегодняшний спич и посмотреть всякие интересные ссылочки. Кто хочет, не стесняйтесь, подключайтесь, включайте камеры. Сейчас я... Еее, мы обстудили какую-то очень сложную тему, но было очень интересно. Нужно будет еще пару раз ее перечитать. Вот. Ребят, большое всем спасибо. Запись будет на YouTube. Пишите в чатчик обратную связь. И еще раз большое спасибо ребятам, что подключились. Было очень интересное обсуждение. Все. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока. 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 Пока.